Всем привет, друзья, подписчики, мы с вами Электрокижео. И сегодня, ребята, я хотел бы вам рассказать о такой вещице, как термоусадка. Вот я недавно купил такой небольшой наборчик, и сейчас покажу, как ими пользоваться. Возможно, вы скажете, Электрокижео, ну ты чё, это уже, блин, сто лет на рынке эти термоусадки. Ну ничего, думаю, может кто-то из ребят не знает, как этим пользоваться. Сейчас я быстренько вам покажу. Термоусадка используется для изолирования электрических проводов, как, например, вот такая изолента. Но у них совсем другой принцип. Сейчас сделаем такую небольшую скруточку, для примера. Вот так вот, друзья. Такую скруточку можно смотать изолентой. Просто берём изоленту и наматываем сверху этой нашей скруточки. И всё, готово. А если у вас термоусадка, можете вот взять термоусадку. Усадку она бывает разной, видите, разным диаметром. Есть такие вообще огромные, здоровые. Но я взял такой, чтобы были поменьше диаметры, да. Вот, взяли, примерно подобрали диаметр. Затем вставляем. Вот так вот. Можно здесь обрезать чуть-чуть. Вот, обрезали. И теперь нам взять надо обычную зажигалку. Вперёд. И потихонечку прогреваем. Видите, как ребята стягиваются прикольненько. И всё изолируется. Всё плотно и безопасно. Вот, посмотрите. Прикольненько. Всё плотно и не выскакивает. А ещё её можно использовать, если, например, вы взяли, срезали случайно лишнюю изоляцию. Правильно? То также можно намотать изолентой, либо можно использовать термоусадку. Так же вставляем её. Допустим, вам надо вот, чтобы вот так вот только была жила, торчала. Вот, ребята, берём опять нашу зажигалку. И начинаем потихоньку прогревать. Плавно. В одном месте греть не надо, потому что можно прожечь нашу термоусадку. Прогреваем плавно, по всей длине, со всех сторон. И получается очень прикольненько у нас. Гораздо аккуратнее, чем если бы мы делали бы это изоленточкой. Вот, ребята, посмотрите, как классно получилось. Ну, а если вам понравилось такое видео, как пользоваться термоусадкой, то обязательно подписывайся и ставь лайк. Всем пока-пока.